Трейдеры, подводим итоги недели. Первая моя неделя такая, скажем, посленовогодняя, после длительных каникул. Если вы не смотрите на ютубе мои ролики, ссылка будет под этим видео на тестовый доступ. То, что вы там увидите, просто должно снести в хорошем смысле вам крышу и перевернуть ваше представление о том, как выглядит профессиональный, последовательный и прибыльный трейдинг. То есть, что вам нужно делать? Прямо вот я все перезаписал, все тренинги, сделал их настолько доступными для даже самого новенького, самого уже зашоренного в плане убыточности. То есть, если вы трейдер, который все депозиты только и сливает, уже находится в такой чернухе, да, можно сказать, в смысле эмоциональной. То есть, настолько он уже просел, что ему уже как-то он сливает, и как норма, да, как, я не знаю, пить воду для него это стало. И вот даже для таких трейдеров пробный доступ на две, две недели ко всем моим основным алгоритмам. И это лучшее, что вы можете сделать, если ваша цель стать трейдером. Это евро-иена, если вы в курсе, ены в пятницу взбесились. Там, видимо, новости какие-то были. Евро-иена, фунт-иена, доллар-иена. Я торговал все три. Давайте разберем доллар-иену. Итак, что мы здесь видим с вами? Мы видим классическую ситуацию, которая приносит самые большие деньги. Это развитие тренда. То есть, вот здесь мы видим стартовал тренд. Наш смарт-осциллятор обвалился ниже 50. Тут же этот символ попадает на сканер тренда. И я понимаю, что первая коррекция к моим черным точкам это сел. Возле черных точек я жду ценовой паттерн и захожу в сделку. Вот здесь я пропустил первый сигнал, а вот второй был просто идеальный. Здесь то же самое. То есть, ничего не изменилось. Смарт тоже ниже 50. Тренд продолжается, вот она коррекция пошла к точкам. Идеально. Два идеальных входа. Вот здесь, если мы заходим, наш стоп 10 пунктов, чтобы сделать там почти 20 пунктов. Здесь заходим тоже 10 пунктов, чтобы сделать 20 почти пунктов. Вообще невероятные просто входы. И моя точка входа была вот здесь, по ценовым паттернам. И здесь продажа, стопы уходят сюда. Тейки. Даже чуть выше вот здесь брал. Я торговал довольно вот эту сессию шумно, потому что нет еще такой, скажем, тренировки недостаточно было после 10-дневного перерыва. И рынок еще сонный. То есть, я еще не вкатился полноценно в торговый режим. Поэтому немножко некоторые решения, они такие плавающие. Это нормально. Это было доллар и иена, и это все, что я делаю торгой по тренду. Вот прям все. Вы можете подумать, что я там анализирую кучу информации. Или надо какие-то еще таймфреймы смотреть, какие-то параллели там проводить, линии чертить, все это херня. Это не нужно. Я получаю информацию со сканера, я перехожу на символ, жду коррекцию к точкам, подтверждаю вход, захожу. Все. То есть, сигнал с тренд-сканера, коррекция. Если сигнал на сел к черным точкам, если на байк к белым, сигнал, вход. Это база. Работает великолепно. Никаких вопросов. Вы можете протестить, да, чтобы я, скажем так, не был голословен. Протестируйте, посмотрите, как это работает. И как это даже не то, что прям вы сразу начали зарабатывать, а как вы начали замечать, что меняется ваше, скажем так, поведение у экрана от импульсивного, от хаотичного, от вспыльчивого трейтера. Вы становитесь более уравновешенным, более спокойным, знающим, что вам нужно делать. Не думающим, не чувствующим, а знающим, что вам нужно делать. И вот это вот качество, которое позволит вам в итоге зарабатывать, потому что нет сомнений, что если у тебя есть дисциплина, ты будешь прибыльным. Ну, просто это как синоним, да, прибыль и дисциплина. Евроеный фунт, я ну там быстренько, так, и появление я получил небольшой лосс из-за небольшой спешки. Сейчас, евро, JPY. Не хочет мне Евроен открыть. Ладно, давайте. А, у меня здесь символов, куда они все делали? Все символы пропали. Евроен. Здесь такая же история, я продал Евроену, причем раньше всех, сейчас обновлю график, посмотрите. Сделка практически одинаковая, но здесь такая она немного поспешная. То есть, я чуть-чуть побежал вперед паровоза, и в итоге зашел позже, и потом вышел. То есть, мне не хватило и терпения, и с той, и с другой стороны. Вот здесь я зашел, то есть, это правильный вход, но если ты заходишь, прыгая в поток, да, в тренд, ты можешь предположить, что будет коррекция. И вот обычно, когда бывает коррекция, рынок сразу идет дальше. А здесь он замерз, и вот когда рынок замерзает, меня это немножко, ну, скажем так, я начинаю торопиться, да, начинаю что-то уже предпринимать, потому что я, как внутренний трейдер, торгую в основном быстрой ситуацией, но ты никогда не знаешь, что сделает рынок потом. И когда входишь сразу, скажем так, вот в поток, да, вот рынок идет, ты прыгнул сюда. А вот он пошел-пошел, ты прыгнул, и ты ожидаешь, что он дальше, да, пойдет. А бывает такое, что коррекция. И обычно, когда коррекция, он потом идет так. А иногда бывает зависает. И вот когда он зависает, начинает ерундой страдать, да, топтаться на месте, и я чувствую, что мне нужно предпринимать какие-то действия, да, потому что сидеть в сделке по 30-40 минут на минутном графике, это глупо. И вот я немного подвинул стоп, я здесь вышел, но потом не перезашел. То есть поспешность здесь, нетерпеливость небольшая здесь, и в итоге я пропустил хорошую прибыль, но еще раз в этом нет никакой проблемы. Это лишь вопрос, стоит ли так действовать, прыгая в тренд. Возможно, есть смысл только торговать коррекцией, а прыгать в тренд в исключительных случаях, когда, например, вот как по NASDAQ, да, когда там просто все максимумы пробиты, и у тебя ничего не мешает это делать. То есть это не должно как-то влиять на твой уровень компетентности и внутренней уверенности. Это проходящий момент, но тем не менее рынок здорово прошелся. И еще один символ туда же, к иенам, это фунт иена. Там тоже была коррекция, сейчас покажу, смотрите, тоже поторопился немного. Но это нормально, да, когда немного практики не было некоторое время. Бывает такое. Я продал фунт иену, я продал фунт иену, я продал фунт иену вот здесь. Хотя вот здесь у меня был идеальный селл-сигнал. Я его не принял, но продал здесь и чуть-чуть совсем заработал. Да, немножечко заработал. И вот разница колоссальная, да, если ты входишь на коррекцию к ценности, то, что мы видели по доллар-иене. А вот здесь плюс у тебя идеальный просто сумасшедший ценовой паттерн. У тебя короткий стоп. И ты получаешь огромное преимущество впереди. Если ты входишь в потоки, то здесь нужно быть хирургически точным. Просто прямо, поэтому это чуть сложнее. И все мои новички, мои студенты торгуют вот эту ситуацию коррекцией только. Это не надо торгать, это очень такое, ну, нужно быть прям суперизбирательным. Ну, то есть, а если ты торгуешь коррекцией, скажем, вот твое поле, куда ты можешь попасть, да, прибыльное. А если торгуешь вот эти пробои, вот оно. То есть, шанс, что ты попадешь куда-то сюда больше, чем сюда. А чтобы попасть сюда, тебе нужно настолько отрепетировать вот это первое, чтобы вот здесь быть большим специалистом, да, лучшим специалистом. Я такие торгую ситуацию, но в основном торгуем на коррекции. Субтитры сделал DimaTorzok